Дарька, вот смотри, доченька, ты немножко неправильно села. Тебе надо сесть с той стороны, и свет будет падать нормально. Дарина сегодняшнего не ходила. Конечно, ей задачу не объясняли. Дарина тут сидит, ругается. С подругой переписываюсь, переписываюсь, и мы в капельке. Она говорит, что надо справку от врача написать. Ну, как написать, типа... Капец, я даже не знаю, как это сделать. Было бы в школе, мне бы объяснили, что все нормально, Вера Ивановна. Я бы поняла и написала. А так вот непонятно как-то. Как это делать вообще? Надо задание читать. Слышишь? Ты не тут читай, а вот задание, что тебе там задали. От того, что ты тут прочитаешь, ты не поймешь. Нужно в несколько раз очень внимательно прочитать задание, что от тебя требуется. Ты читала задание, что нужно сделать, Дарь? Ну, а как ты хочешь решить... Вот скажи мне, пожалуйста, как ты хочешь решить, если ты даже не прочитала, что от тебя требуется, дочь? Я Роману не так объяснила. Вообще, конечно, мне позвонила ваша классная и сказала, что так как ты сейчас на больничном, все учителя будут приходить домой и объяснять. Так что не переживай. Завтра ты посмотри, сколько у тебя завтра предметов. Посмотри по дневнику. И посчитай, сколько учителей завтра к нам домой придут. Дарь, вот он же твой этот. Теперь к любому ученику, который заболелся, учителя приходят на дом. Ужас. Какие у тебя предметы на завтра? Прочитай. Математика, русский, английский. Я сразу два туда не считаю. Почему? Потому что зачем? Ну, почему? Нет. Нет, мне сказали, придут все учителя. Перечислить, сколько учителей тебе завтра придут. Шесть. Ну, кто придет? По математике, по русскому, по английскому, по трудам и по физре. Ну, а у тебя это... А по физре, где вы будете с ним заниматься? Наверное, дома, раз ты болеешь. А по труду? А нам же он сказал, что мы даже перепрыгивать через палку. Ну, значит, папа будет дома завтра палку тебе делать, раз такое теперь вышло постановление. Ну, ты рада, что вот тебе все учителя придут по одному? Нет. Почему? Ну... Ты, наверное, должна сейчас узнать все домашние задания, потому что завтра они придут, и каждый учитель будет спрашивать, ты домашнее задание сделала, ты домашнее задание сделала. Ты первая в этом году заболела в классе? Ну, наверное. Ну, вот, значит, с тебя и начнут. Еще. Настя, я говорю, блин. Ну, не знаю. Она ничего не говорила, что к ней учителя не приходили? Ну, значит, ты будешь первая. Прикинь? Надо будет сейчас каждому адрес свой написать. Да ну, я бы радовалась. Угу. С меня дома-то ужас. 45 минут? Да, не шурши. 45 минут каждый учитель будет с тобой заниматься. А по труду, почему мы попросим, чтобы он с тобой делал? 45 минут можно суп сварить. Или картошку пожарить. Ну, может, он не придет. Ну, может, он не придет. А по-физре зачем? Здрасте. Вот сколько предметов, все и придут. О, ужас. А чтобы по-физре, там надо... А подожди, еще, наверное, нужный директор школы, что пришел. И в чем? Ну, по утрам у вас бывает линейка? Нет. Завтрашнего дня сделают линейку. Сначала директор придет. Тебе все объяснит. А потом уже каждый учитель будет. Сначала, наверное, все сядут у нас там в коридорчике. И 1,45 минут тебе преподает. Вот, потом они по очереди меняются. Что за ужас? Вообще какой? Почему ужас-то? Ну, а ты как хочешь, чтобы они все вместе в кружок сели? Нет, чтобы один приехал, поработал, уехал. Второй приехал, поработал, уехал. А если не у каждого есть автомобиль, как тогда? Их на автобусе привезут. На школьном. Вот сколько у вас? 6? Плюс директор школы. Еще и заучу можно. За глазу этого тупого блеск. Теперь учителя ко мне будут ездить. Я их не пущу домой. Не хочу их не есть. Сегодня я с Дориной провела пранк. Сашенька, подожди, милая. У нас тут Санечка читает. Санька, доченька, когда ты читаешь, ты, пожалуйста, снимай очки. Догубь, поснимай очки. Я сегодня над Дариной провела пранк. По-русски это называется розыгрыш. Дарька поверила. Алина, правда, сразу раскусила, что это шутка. А Дарька чуть не заплакала. Поверила. Но потом я ей сказала, что это шутка. И Дарька обрадовалась за Дарину. Мама, Дарька там ключи, что я очки сняла. Ну ладно. Дарь, ну скажи, ты правда перепугалась, да? Расскажешь своим одноклассникам. А как мама над тобой подшутила. Ну ты вообще, да, надо же так прям поверила. А что говорила? Так я еще приплела, что даже директор школы придет. Дарь, она такая вообще в шоке была. Директор школы хорошо это учится. Ну а что тогда ты испугалась, что даже директор... Я с литературой с ней была, а что смысл? Ну так потому, что она вообще хорошая у нас директор школы. Алина? Да. Хочу разговаривать. Алина? Санечка, пожалуйста, подожди, доченька, сейчас мы закончим. Алина, подожди, милая. Ты хочешь участвовать в следующем мамином пранке? Давай. А, а что ты мне сейчас так говоришь? Я-то сразу раскушу тебя. Ну так я не... Ты думаешь, я не придумаю какой-нибудь пранк, что ты заплачешь? Как Дарина. Дарина мне поверила. Ладно. Ребят, как вы думаете, сумеет мама разыграть Алину так, что как Дарину? Дарина аж бедная, аж слезы на глазах. Я не хочу, чтобы все учителя пришли к нам домой. Это был самый жестокий пранк на свете. Вот правда. Для меня. Да, самый жестокий. Ладно, доченька, давайте попрощаемся. До свидания. Пока-пока. До новых встреч. До нового пранка. До свидания. А также хочу поздравить с днем рождения Асылай Аббатскую, Ивана Осипова, Евгению Котик, Катю Петровну, Елизавету Клюкину, Веронику Карпентер, Екатерину Асееву, Светлану Шабанову, Юлию Валееву и Светлану Крупинину. Пусть дарит жизнь, удачу, везение во всем, чтобы наслаждаться счастьем и каждым новым днем. С днем рождения вас поздравляю, дорогие наши Асылай, Иван, Евгения, Катя, Лизонька, Вероника, Екатерина, Светлана, Юлия и еще раз Светлана. С днем рождения вас поздравляем. 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 С днем рождения вас поздравляем.